Кто-то следил за конкурсом Мисс Тамбовская область несколько лет и мечтал оказаться на сцене. Кто-то узнал случайно и решил попробовать свои силы. В любом случае, все они на заключительном кастинге. Перед жюри стоит довольно непростой выбор. Необходимо разглядеть самых красивых и тех, кого не остановят никакие трудности на пути к заветной короне. Каждая девушка, она красива по-своему. Кто-то красив, как роза, кто-то красив, как кактус. Миром правит красота. Но для женщины красота становится проблемой в двух случаях. Когда ее нет и когда нет ничего, кроме красоты. Дарья Рассказовой из города Рассказова, 18. Она учится на логопеда-дефектолога, чтобы работать в детском садике. Но желание взойти на подиум такое же сильное. Девушка уверена, она интересный человек с хорошей фигурой и яркой внешностью. А потому шанс стать одной из претенденток на победу велик. Когда подруга мне сказала, что проходит кастинг в ближайшие дни, я долго раздумывая, долго думая, нужно мне это или нет, повредит мне как-то это в учебе или в какой-то личной жизни. Но в итоге я здесь, я тут, я улыбаюсь. Харизма и ум – это еще не самое главное. Чтобы пройти кастинг, нужно иметь модельную внешность. Рост как минимум метр шестьдесят семь. Вот такие, как я, могут даже сюда не приходить. Во мне рост метр шестьдесят четыре. И мне в модельном бизнесе делать нечего. Хотя в мире красоты и моды довольно жесткие стандарты, организаторы отмечают – нередко идут навстречу претенденткам. Скидку на рост или вес могут сделать в том случае, если девушка действительно обратит на себя внимание и запомнится. Мы не гонимся за какой-то определенной цифрой. Как я говорю, все должно быть пропорционально и гармонично. Девушка, обладающая гармоничной фигурой, у которой чуть больше вес, я не думаю, что это будет большой проблемой. Тем более в период подготовки к конкурсу мы занимаемся физической подготовкой. Есть такая номинация «Мисс Спорт». И девушки в период подготовки к финалу два с половиной месяца усиленно занимаются спортом. И, конечно же, для каждой участницы будет разработана специальная программа питания, чтобы уже к декабрю те, кому это необходимо, смогли выгодно смотреться на сцене. Поэтому, отметили на кастинге, нужно понимать, что если девушка не готова, если уже сейчас видно, что она не справится с уровнем нагрузки, лучше подождать и попробовать свои силы в следующем году. На данный момент отобрали 18 девушек. Это будет самое красивое, самое увлекательное, самое-самое классное три месяца в их жизни, на самом деле. Потому что вот я это запомнила лично на всю свою жизнь. Финал, три месяца репетиции тренировок, танцы, хореографии, все-все. Это самое красивое, правда, три месяца в моей жизни. И хорошая новость для тех, кто очень хотел, но не успел. Организаторы конкурса «Красоты Мистамбовская область-2021» предлагают до конца этой недели отправить заявку в социальные сети Инстаграм. Это предложение только для девушек ростом не ниже 175 сантиметров, которые считают себя достойными для участия в конкурсе. С понравившимися кандидатками свяжутся и пригласят на заключительный отбор. Яна Ильиналья, Косипов Ольга Кириллова, Область новостей.